доброе утро друзья это третья наша встреча когда мы беседуем я восстанавливаю в памяти историю нашего отъезда и просмотрев что я рассказывал первые два раза я подумал что есть некоторые моменты которым надо вернуться и может быть более подробно рассказать вызов для выезда на постоянное место жительства в основном в израиль были вы были вы вызовы из соединенных штатов но это было тогда крайне крайне редко в основном вы начните вызовы шли через израиль они были совершенно липовыми и делалось это так то есть чтобы получить этот вызов нужно было чтобы кто-то из твоих знакомых за тебя там походотайствовал то есть скажем вот сказал бы там у меня есть родственник или там друг который хотел бы выехать и дальше там где-то они через еврейские организации организовывали этот вызов когда люди уезжали вот первые до когда стало возможно выехать значит просили там ну чек едет и там я могут мне сделаем не сделаем не сделай там вот эти целые списки там телефонные книжки там и так далее и вся эта фигня конфисковывалась на таможне то есть когда человек не мог это вывести вот вы телефонные книжки забирали забирали вот если какой-то список там чего-то все это забирали но чтобы вот не так не было но тем не менее как бы в общем люди передавали кто по памяти кто как там на записочку в карманчике там еще что-то передавалось просили незнакомых людей совершенно тоже срабатывало но были времена когда эти вызовы доставлялись почты а были времена когда органы все изымали я помню замечательный момент когда только-только начался вот массовый выезд связи с этой программой мира брежневской там и так далее это был год где-нибудь но я сейчас скажу мы со светланы и так были не сильно так недолго знакомы но может быть пару лет как мы уже там были женат в общем пару лет где-нибудь год 77 вот так тогда был массовый выезд особенно из украины киев там черновцы львов и так далее это просто хмельницкий ну и была передача такая на украинском телевидении там была передача такая называлась мифы и действительность и реальность называлась мифы и диснести и шла она как бы на украинском языке но в том смысле что все равно люди говорили по-русски но как был ведущий говорит по украински и там собрали какое-то количество от евреев ну типа возмущенных типа они были возмущенные которые возмущались тем что им какие-то липовые родственники какие-то липовые вызовы шлют они никуда ехать не хотят там и так далее один даже написал я бы я бы сказал что я возмущенно написал письмо в адрес отделения связи эти куда он написал не в органы нету в отделение связи что вот там туда-сюда злые языки говорили что после съемок этой передачи собравшиеся так неформально сказали все равно уедем ну неважно в общем такая была передача была передача примерно в это же время на самом деле пораньше на самом деле пораньше когда только-только стали отпускать вот в начале семидесятых в конце 60-х начале 70-х там маленький ручеек такой потек и собрали это уже было на первом канале это смотрела вся страна там собрали таких именитых евреев значит там быстрицкого вот я помню я я маленький ну как маленький мне было лет 12 я помню быстрицкая красивая такая женщина актриса была там был такой еврейский генерал-полковник драгунский помню фамилия была такой там сидел артисты ученые там всякие такие так знаете поставили на фотографии как вот нас в школе фотографировали как знаете вот там в конце года вот их такси как организовано поставили и они возмущенно объясняли что советские евреи ничего общего с израилем вообще не имеют и и и как-то вообще ну совсем так их поставили все это было очень так заучено инсценировано и ну собственно в то время на телевидении все было заучено и инсценировано не было такой прямой речи но тем не менее живьем ничего не показываю то есть я просто рассказываю как бы подоплеку это все так вот эти вызовы значит то доходили то не доходи обычно с вызовом шла посылочка посылочки приходили а вызовы нет вот за месяц пришло пять посылок да там это были жуткие деньги то есть вот эти шубы синтетические которые были в этой посылке они там за не знаю 700 800 рублей они продавались такие вот и вот шубы идут а вызова нет значит что происходило с этими вызовом я немножко расскажу в нашей семье сначала уехала сестра светланы это был год где-нибудь восемьдесят восьмой она уехала какой-то был знакомый который уезжал и сделал ей приглашение просто наш общий знакомый он он ее вызвал и она уехала с детьми дальше она делала приглашение родителям но она не проходила и одно и второе третье десятый не проходила никуда и тут у нас был близкий приятель мы с ним учились в одной группе в институте он сейчас тут недалеко живет санузы и рассказывает такую историю что они уезжают да я бы как вызов не как вы получили вызов и он рассказывает такую историю что в москве работает но посольство израиля нет а есть так называемая израильская консульская группа которая находится на территории посольства голландии и вот если подай позвонить вот по этому номеру и спросить яшу то выйдет оттуда яша и там вот там у телефонные будки значит надо с ним поговорить объяснить ему ситуацию что ты не в америку а именно в израиль и туда-сюда и дальше значит через там недельку через две ты ты звонишь этому же яшу он выходит и тебе в руках отдает этот самый ну приглашение в этот документ на выезд в израиль от родственников причем он сам этот товарищ он смеялся он говорит что я когда подавал говорит он по а он у меня же не не был смятым сложенным не был ешь конверта не кларик вот им прям так в руках вынесли он думал как бы вопросов лишних не было но нет вопросов не был ну и узнав такое дело свете на родители тут же побежали значит искать этого яшу и бах-тарабах проходит там ну не знаю от недели до двух и у них уже offer есть если вызов есть они с этим вызовом там побежали они на пенсии оба знаете и вы скажете как же так пожилые люди куда чего а свечен папа он говорил так мне все равно где помирать я уже что же я я хоть мир посмотрю на тему все хотелось мир он кроме германии сорок пятом то ничего и не видел по миру в общем поехали до едут они таким образом что им быстро дали виза там мгновенно все это произошло и дальше они идут билет покупать а билет им говорят ну там через полгода я не а нельзя ли что то вот ну побыстрее ну как то ну что ты вот есть через три дня а где через три дня и летим значит три дня и три ночи они упаковывали шмотки в своей квартире у них была однокомнатная квартира которую они выменили со своей хрущевки в киеве а квартира была прямо напротив нас вот из наших окон этом москва хорошо вам дневники район и там прямо вот из наших окон были видны их окна было очень удобно короче они там значит наворачивают какие-то тюки скручивают они изучили все правила чего можно посылать чего нельзя посылать все это накрутили там этих тюков и уехали а нам говорят мы когда доберемся до америки вы там пришлете ну хорошо мы пришли там же квартиры как-то мы пока ее не сдавали на полгода стояла как-то надо было уже к ее сдать ну а там шмотки в общем они застряли в италии потому что у них был отказ и надо было там чего-то ждать и снова ждать и в италии они так изрядно пробовали пока оттуда уехали ну и мы говорим квартиру же надо сдать мы не можем уже держать ну ну это же что же такое они видны хорошо говорят они шлите сестре в это время сестра уже добирается до соединенных штатов она уже была тогда шлите шлите на сестру светину на их вторую дочь а за это время уже правило чего можно класть посылку поменяли сразу три и вот эти тюки там штук 15 которые они накрутили так просто уже не отправить уже нужно их разобрать вынуть из них то чего не положено не знаю куда-то дети раздавалась все это там по знакомым по друзьям вот и мебель там тоже там приходили забирали тоже друзья ночью не важно и там продать ничего нельзя было из этого все барахла тюки и мы эти тюки разбирали и перебирали и на почту их надо отнести в москве тот момент было 30 районов и в каждом районе есть одно только отделение связи которая принимает посылки за рубеж остальные принимают посылки только по стране хорошо над сказать что это отделение связи оказалось прямо вот там в десяти минутах пешочком от нашего дома что удобно хотя принципе у меня есть машины мы можем на машине ну не так собственно машине и возили и вот мы туда по несколько тюков а там какая-то очередь и там какая-то женщина и они смотрят проверяют что мы там посылаем это довольно много времени все занимает и она уже нас ненавидела потому что ну как то вот не знаю чего я и она фига что вы что вы шлете там же все есть ну а что ж вот барахло какое там у людей было там не знаю там просто не какие-то шмотки не могу сказать какие-то вещи вот люди всю жизнь жили вот мы отправляли эти посылки надо сказать еще что в то время нельзя было вывозить из страны очень многие вещи в частности мир советские рубли метод в комментариях вот вы могли вывести деньги рубль значит обеспечен золотом значит вы могли обменять их потом там на доллары я думаю боже с какой лунный человек упал но это же надо так да значит во первых деньги вывозить было нельзя нельзя было рубли вывозить вы чего потому что рубли потом можно было бы купить советского братья они хотели продавать советское на золото они на рубли поэтому купить рубли можно было в американском банке вы могли прийти купить рубли на рубль не был конвертируем именно поэтому они не хотели чтобы рубли вывозили значит рубли деньги вывозить нельзя нельзя вывозить документы мы скажем диплом института нельзя вывезти оригинал нельзя вывезти типа там вот бумага гербовая там какая-то там со знаками там водяными я не знаю что не дай бог что-то нам подделывать очень короче дипломы нельзя ордена медали нельзя там наградные документы нельзя ну то есть вот я присутствовал при таких случаях когда человек там просто там в рожи кидал там свои медали когда ему таможенники говорили что нельзя подавитесь и уходил значит но в общем ничего такого нельзя вывозить и все время вот и шло ужесточение сколько чего можно сколько чего нельзя вот допустим одно время там все покупали ну в италии кто сидел значит там они распродавали это потихоньку жестовские подносы там столько-то штук вот покупали жестовские подносы потом значит нельзя жестовские подносы потом сколько-то там золотых изделий потом нельзя так меньше 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 и вот когда мы уезжали можно было пять золотых изделий каждая не больше там я не помню двух грамм весом и не дороже но если там художественная ценность какая-то не дороже чем 500 рублей но в общем короче все это усугублялось 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 отдельно отправлялись книги книги ну где есть книги как бывает большая библиотека может быть книги считались ценностью на улице кирова в москве было такое заведение называлась главпочтамт главпочтамт там было окошечко специально для книг за рубеж вот одно было единственное окошечко у этого окошечка была длиннючая очередь и так вот нам удалось отправить наши книжки как-то мы в субботу пришли в конце дня и вот его то как-то под рассосалась эта очередь вот мы как-то так легко прошли девочка которая там сидела и принимала эти книги она ее просто колотила вот от этого зрелища такая на тихая была но было видно что ее просто найти национальное достояние вот так вот на ее глазах увозится и посылка стоила там типа три рубля двухкилограммовые там трехкилограммовым 3 рубля что в принципе было относительно недорого но потом там еще кооператив организовался при почтамте и они уже то же самое делали но за 10 то есть можно было там зайти сбоку и отправить за 10 точим шел такой интересный процесс о том как люди отправляли серьезный багаж там с мебелью там еще я может быть найду кого-то кто отдельно расскажет мы ничего такого не отправляли в нас собственно и не было и и смысла тоже не было вот но он там тихим ходом этот багаж там шел несколько месяцев и что-то люк там вывозили посуду мебель там еще что-то я записал себе знать чтобы не забыть да у нас такого ничего не было и золото не было но у нас был мельхиор там набор у родителей был какой-то набор мельхиора и посуды у нас со светланой был я могу сказать вот вилка ложка там ножик стоило там 253 рубля вот примерно в таком диапазоне чайная ложечка может там полтора-два рубля у нас там было на 12 персон но светиным родителям не дали этого провести соответственно она осталась у нас мало того что у нас свое так еще и родительское но тут вроде бы как бы можно когда мы едем уже вроде как бы можно но тоже непонятно сколько как-то четко не было прописано и вот вы значит непонятно что делать и тут товарищ наш который вот тут сейчас живется но за его тесть такой старенький относительно тогда нам казалось что старенький такой значит дедушка еврей-сторож вот представьте себе всю жизнь сторожем работал интеллигентный такой мужчина ну и вот этот вот сторож приятель мне передает 250 долларов была специальная касса где можно было частично купить билет на самолет в валюте и значит там 250 долларов еще сколько-то рублями без всякой очереди подходишь просто раз и ушел с билет так такая была жизнь интересна короче пошли мы с ним в эту кассу кто-то там в руках привез деньги пошли мы в кадры в кассу купили ему билеты и купили моему билеты специально так чтобы он улетал с нами в один день и в одно примерно время но летел он специфично он летел рейсом на кубу с посадкой в барокко значит в марокко он пересаживался на американский рейс и прилетал в нью-йорк тоже примерно вот там разница там 20 минут с нами ну то есть предполагалось что мы его там подгребем к нему и повезем его дальше в сам франциск но ним не получилось так то есть дальше так не получилось но улетали мы вместе и шмон когда происходил мы вместе шли в параллельные два стойла мы заходим ну а я ему говорю слушай у тебя там есть место какой-то может и мельхиор наш прихватишь а у него такой маленький чемоданчик фанерный такой небольшой и там собственно ничего там подштанники кукла для ребенка вон там внучки трехлетний куклу купил она хотела куклу он ее неделю надо искал гд русскую куклу не было куб не вообще ничего купить было нельзя не суть кукла подштанники и наш мельхиор и вот его значит шмонают прямо передо мной вот вот тут вот вот я стою да тут передо мной таможенник а тут же рядом параллельная стойла и там другой таможенник и вот этому дедушку значит и тут ему говорит таможенник говорит ничего так так не везете что вот вам может быть кто-то попросил там не вашего чего-то чуть не ваша есть вот так как же я думаю блин ну вот ну как вот с чеком только договорились вроде все тот и тот натяж засучил так пальчиками говорит а что и так как чемоданчик крышку откидывать и там ничего нет он говорит ну вот год куклу внучки везу могут ну куклу внучки понятно а чужое где он говорит ну так я просто говорю что внучки а то же подумайте что моя кукла у того знаете такие глаза стали выжать эту крышку быть там валили так же ухтима чемодан туда куда-то сдвинул сторону вот так мы значит вывезли наш наш мельхиор то есть свой с собой а вот этот так вот уехал такие были маленькие случаи смешные и еще хотел я сказать пару слов когда рассказывал о том как шереметьево была обстановка я говорю что шереметьево был очень переполнен там места живого не было потому что там шли рейсы израильские и там собственно вот наш был американский там сразу несколько рейсов было на на будапештом они через будапешт летели на самом деле половина шереметьево внутри была заполнена немцами которые репатриировались в германию и поскольку им там негде было как-то обосноваться и и процедура их оформления документов занимало несколько дней пребывания в москве они вот эти несколько дней пребывания в москве прибывали именно в аэропорту шереметьево 2 и там вот они просто жили там то есть вот там где такие кресла стояли где ну там можно было там что-то подождать вот они среди этих кресел они там так по-семейному и там уже на пол чего-то стелили там уже и пол был задействован и какие-то у них были здоровенные фанерные ящики с собой и туалет превратился в такую знаете казарменную как казар но не в казарме вообще чисто там там не было так чисто ну такое вот было место где толпы людей они там мылись в этих умывальниках не приспособлены было то есть там душевой такой не было вот они там жили по несколько дней они там мылись парились и вот и питались и в туалет ходили и так далее и вот шереметьево было вот как улей вот такой заполненный и там еще на входе в шереметьево стояли гбшники молодые парни такие стояли и не пропускали внутрь если у тебя билетов нет а там был рейс какой-то я помню на ханой что ли вид нам куда-то летел и какая-то толпа вьетнамцев без билетов пыталась пробиться в аэропорт и что-то передать с теми кто летит и они из органов они очень грубо и начат отпихивали и там прогоняли при том что среди вьетнамцев которые пытались пройти были там вот какой-то я помню майор там был в военной форме со всеми дела может быть в академии где-то учился в советском союзе но короче я их там они в общем не церемонились да и я вспоминаю еще когда мы провожали вот этого значит у нас есть приятель алекс если вы посмотрите плейлист называется прогулки с алекс вот там есть алекс мы с ним учились вместе в институте дружили и я когда-то был у него на проводах а с проводов сразу поехал в шереметьево с утра фотографии сделал я там снимал на проводах сделал фотографии ночи всю ночь мы сидели и утром там к семи к восьми утрам я был уже в аэропорту с этими фотографиями они с ними уехали и алекс уезжал за 10 лет до нас так вот я хочу сказать насколько изменилась обстановка там в то время с теми кто уезжал просто как с врагами знаете там их грубо так резко и там но вы не взять какая была тяжелая такая обстановка там люди плакали потому что в то время обратно же не пускали и в гости не пускали никак не пускали поэтому они расставались как бы навсегда вот как так вот и конечно обстановка была уже совсем другая то есть примерно также злобно и так вот паскудно они обращались с теми кто летел на израиль а вот конкретно вот американский рейс они даже может быть немножко симпатии вот я я не могу сказать что была какая-то враждебность я не заметил не то что они тебя там лобызали но так как то вот я тогда сказал свое время идет люди как-то так ну меняется что-то в атмосфере вот они они как-то по-другому реагируют и я если найду фотку с проводов значит алекса мы там молодые по 25 лет вот и я ее туда вставлю вот в это видео посмотреть какое кудрявый был свое время ладно друзья идем дальше счастливо